различных концепций истины. Я хотел бы напомнить вам некоторые понятия, которые сегодня у нас будут задействованы. Это понятие антология. Я им, по-моему, несколько употреблял. Антология — это учение действительности. И когда я говорю, что имеется концепция истины, где она толкуется как нечто антологическое, то это означает, что истина соотносится с бытием, с действительностью. Истина есть не просто знание действительности, а некая действительность. Может быть, высшая, может быть, совершенно. Но главное здесь это то, что истина антологична, то, что истина есть некая форма бытия. Ну и понятие гноциологии вам знакомо. Это гноциология — это теория познания, учения о познании. Мы сегодня будем с вами сравнивать антологические подходы к истине с гноциологическими, которые более традиционны и которые сегодня как раз наиболее популярны. Ну вот я начну с антологической концепции истины. Ее инерция этого понимания и сегодня ощущается. Итак, мы поставили вопрос о том, что такое истина. Это значит, что мы уже с вами оперируем оппозицией, оперируем противоположением. Истинное и ложное. Понятие истины предполагает альтернативу. И этой альтернативой будет понятие заблуждения. Человек очень рано делает ему честь, осознал, что он подчас заблуждается, подчас идет на поводу иллюзий. Человек очень рано стал веровать такими понятиями, как мнимость, фантомность, фиктивность. Человеку присуща подребность подлинным. или, говоря в наших терминах, в истинным. Так вот, в рамках вот этого стремления к обладанию подлинным, настоящим, достоверным. И строилась модель мира, в которой водились два уровня. Два уровня. Ну, вспомним платоновскую модель мира. Нижний мир – мир вещей, и, как бы, высший мир, верхний мир – это мир и гей. Два уровня, два уровня. И эти уровни получают ценностное осмысление. Очень важно, что вот понятие истины здесь коррелирует с чем-то ценностным. Наш мир, мир вещей – это мир текучий, мир зыблющийся, мир неподлинный, мир заблуждения. Так. Мир идей, мир идей – это мир постоянства, это мир, где все достоверно, где нет никаких изменений, трансформаций. Это мир подлинный, это и есть мир истины. Так. Вот вам первая концепция истины, которая и сегодня имеет своих сторонников. Истина – это и есть некое сверхбытие. Вот так бы я сказал, да. Или, скажите, истина – есть подлинное бытие, предоположность тому бытие, которое дано нам эмпирически. Мы с вами находимся в потоке событий, все эти чувства изменяются, помните эти драглитовские слова знаменитые, и там, где все текуче, там, где все непостоянно, там нет истины. Вот это глубокое убеждение в том, что истину надо искать в мире постоянства. Мире постоянства. Оно возникло в Древней Греции, оно возникло в школах Парменида и Платона, и оно сохраняет свое значение и до наших дней. Итак, мир текущести – это мир неистинный, это мир, где постоянно возникают заблуждения, это мир, где все относительно, очень важное понятие относительности, я еще все не буду им оперировать на раз, где все относительно, где все релятивно, где все условно. И на этом уровне, который не ценен, противопоставляется подлинное, настоящее, вечное, время и вечность. Вот главные категории, которые здесь нам очень даже будут полезны. Мир времени – это мир неистинный, мир вечность – это мир истинный. Традицию вот такого понимания истины всецело сохраняет христианство. Христианство имеет свою философию науки, имеет свою теорию познания, и мы знаем, что в соответствии с христианством, истинное бытие – это то, что называется на языке церкви паки бытие. Паки бытие, иное бытие, иное бытие, бытие, которое находится за чертой нашего физического космоса, за чертой эмпирического мира. Христианин стремится к истине, не прикрепляясь, не соблазняясь миром дольным, его влечет к себе трансцендентное, то есть запредельное. Там истина, там настоящее, там подлинное. Итак, в этой традиции истина есть нечто бытийное. Это не есть результат познания, вот я это подчеркиваю. Сейчас я перейду к тем концепциям истины, где истина трактуется как нечто, связанное с человеком, с субъектом. И мы будем говорить о том, что истина сама по себе как вещь не существует. Ее статус особый статус, от личного статуса мира, от статуса вещи. Мы к этому подойдем. Но вот в данной традиции есть оно бытийное. Само бытие как бы расслаивается на разные уровни. Есть подлинное и неподлинное, есть низшее и высшее, есть дольнее и горнее. И нас ориентирует на что? На то, что достоверно, и это достоверно мы должны найти, оставив наш эмпирический мир. За него держаться не надо. Вот эта позиция, она очень и очень влиятельна. Она сегодня исповедуется многими крупными учеными. Но, скажем, в математике. В математике эта традиция до сих пор имеет ярких представителей. Мир математики — это мир, противоположный миру эмпирическому. Это мир, где-то совпадающий с Платоновым миром идей. И этому математическому космосу противостоит наш эмпирический космос. Как высшего порядка противостоит нечто хаотическое, нечто неустойчивое, неравновесное и так далее. Вот сама эта позиция, истинного или неистинного, как подлинного бытия и бытия неподлинного, мнимого иллюзорного, она, вот эта позиция, она всегда будет человека сопровождать. Она имеет очень глубокие корни в нашей культуре. Хорошо. Теперь я перейду к гносиологическому подходу, который имеет много аспектов, много граней. Я буду сейчас сравнивать различные подходы к истине уже в рамках гносиологии. Есть такое понятие, динатат. Если это перевести буквально за слово, то оно означает что? Обозначаемое. Я беру понятие, скажем, понятие звезда. У этого понятия есть динатат. Сейчас хорошо видна капелла или Арктур. Динатат подразумевает наличие предмета, характеристики которого содержатся в понятии. Большинство наших понятий имеют динататы, но далеко не все понятия. И вот я задаю вам вопрос, вопрос принципиальный. Что является динататом понятия истины? Я сразу обращаю на цикл этого понятия. Мы говорим, что истина объективна, правильно, да? Вот запишите это выражение, истина объективна. Иначе она не истина, так? Если истина содержит в себе субъективизм, то она условно, она релятивна, она не может быть общепризнанной, ее авторитет сомнителен. Объективная истина. Это значит, истина, которая для всех обязательна. Это значит, истина, которая опровирована. Это значит, что истина не зависит от моих прихотей, от моих капризов, от моих эдисанкразий, от моего произвола. Но ведь слово объективный, слово объективный, прежде всего, отсылает нас к чему? К объективной реальности, правильно, да? Объективная реальность – это мир объектов, мир объектов. И когда я говорю истинно-объективно, то здесь возникает опасность, что я истину помещу среди реалий объективного мира. Вот, думайте вы хорошо. Итак, два предложения. Истинно-объективно – объективный мир. Одно и то же понятие применено в двух случаях. И эти случаи очень существенно друг от друга отличаются. Истинный мир – это совершенно разные уровни. Хотя и там, и здесь я использую понятие объективный. И когда я говорю, что я ищу истину, это не значит, что я ищу какой-то объективный предмет. Это не что другое, это не что другое. Сегодня нету окончательного, общепринятого определения истины. Совершенно ясно, что это образование, вот здесь еще одно понятие. Прежде всего, вот его статус, да, это понятие интерсубъективное. Интерсубъективное. И я еще не раз буду использовать вот это эпитет, это определение. Что такое интерсубъективное? Это то, что понимается одинаково разными людьми. Где-то понятие интерсубъективное, семантически близкое понятие объективное, в смысле объективное истина, да. Интерсубъективность предполагает наличие какого-то консенсуса, какого-то согласия, какой-то конвенции между нами, да. Когда я говорю истинно-объективно, то я предполагаю, что истина существует между субъектами. Истина существует в интерсубъективном поле. Вот ее место, ее топос, ее топос. Не в мире и мещей, не в мире и мещей, а в нашем чеческом мире субъективном и интерсубъективном. Конечно, каждый истинный переживает субъективно. Конечно, форма бытия истины – это форма моей мысли, правильно, да? Но моя мысль должна быть понятна другому, моя мысль должна быть понятой другим. И поэтому я стремлюсь так ее оформить, так ее высказать, чтобы она могла войти в поле интерсубъективности и стать элементом этого поля, стать достоянием других и так далее, и так далее. Ну, вот это такие очень существенные замечания о природе истине, о ее характере, или я бы сказал так, о ее статусе. Статус ее совершенно специфичен. Бытие истины – это особое бытие. Да, истина объективна, но она существует только в субъекте и через субъект, как его мысль, как его идея. Этого мало, этого мало истина высказывается. Высказывается. Так? Высказывание предполагает понимание того, что высказано. это требует включения истины в некое интерсубъективное пространство, где она из себя раскрывает, где она становится нашим достоянием. в нашем достоянии. Я сейчас хочу рассмотреть некоторые модели истины, именно генетологические модели, и буду просто вам сейчас предлагать записывать это в виде некоторой классификации. Некоторой классификации. Я начну с так называемой, вот запишем это выражение, с так называемой корреспондентной теорией истины. Корреспондентной теорией истины. Вот первая теория, которую я сейчас рассмотрю, она имеет вот такое название. Корреспондентная теория истина. Само порядок корреспондентная нас отсылает к какому значению? К значению связи, соответствия, совпадения. Корреспондентная теория истины строится на том, Что истинно есть соответствие. Чего? Чему? Наши мысли действительности. Вот есть действительность, объективная, не зависящая от нашего сознания. И есть ее образ в нашем сознании. Это мысль, это предложение, это гипотеза, это теория, это теория. Должно быть соответствие между мыслью и действительностью. Должна быть корреспондентная связь между ними. Они должны корреспондировать друг другу, корреспондировать, отвечать, согласовываться. Это классическая концепция истины. Она имеет богатейшую историю. И сегодня эта теория развивается, хотя у нее есть оппоненты, об этом мы тоже скажем. Соответствие. Вот давайте сейчас поговорим о том, какие плюсы и какие минусы имеет эта теория. Вот если мы с вами вдумаемся в то, что я сказал, да, истинное и соответствие действительности, если мы вдумаемся отдельно в такие понятия, как соответствие, как действительность, не будем так механически вот это определение принимать, да, подойдем критически вот к этому самому простому, хотя очень глубокому пониманию истинное, то у нас возникнет, возникнет много, много вопросов, много вопросов, так. И сейчас я это хочу вам продемонстрировать, так, продемонстрировать. Соответствие. Соответствие. А что значит соответствовать? Вот этот вопрос зависит. Истина соответствует действительности. Соответствует, как это надо понимать, да. Ну, самое простое понимание, самое простое понимание, значит, истинное есть отражение действительности, отражение, как бы копии его, копия, да. Мы познаваем мир и его копируем, его копируем, и это, собственно говоря, является нашим основным результатом, получение вот таких копий. Ну, уже понятно, что такое механическое копирование нереально, нереально, отражая мир, мы привносим в отражаемое очень много помех, помех, так. И эти помехи, они вообще-то, я говорю, не со знаком минус, не со знаком плюс, это просто реалия познания, реалия познания. Познание активно, познание активно, и поэтому оно вносит, я бы сказал так, вот еще другое понятие, оно вносит возмущение в действительность. Это очень важное понятие, идущее из теории познания квантовой физики. Так, квантовая физика, она как раз здесь нам очень интересна. Я должен пронаблюдать микрообъект, я должен его отразить, я должен скопировать ситуацию, которая там в микромире в данный момент сложилась. Но когда я начинаю делать измерения, то я не могу не внести, вот это обязательно запишите, вот это суть квантовой гносологии. И это важно в целом, в целом. Потому что в квантовой физике это проявляется очень ярко. Именно через квантовую физику мы осознали этот феномен. Но то же самое имеет место везде и всюду на самом деле. Любое познание вносит возмущение в действительность, так. Значит, квантовая физика это просто получает значение закона. Это фундаментальное свойство квантового мира, да? То есть, как это можно сказать? Для того, чтобы квантовый объект пронаблюдать, нужно нести в него возмущение. Как-то не бейся, ты не можешь обеспечить вот так называемую чистоту опыта. Очень такое важное понятие в методологии ноги. Частот опыта. Когда вот нет никакой примеси со стороны субъекта. Когда субъект где-то там, в стороне и абсолютно нейтрален. Он не должен никакой тени бросать своей на экспериментальную ситуацию. Он должен быть устранен начисто. Или я бы сказал так. Вот это запишите. Субъект должен быть элиминирован из картины мира. Элиминирован, удален, устранен. Это установка классических теорий отражения. Отражение должно быть объективно. Но я бы сказал так. Объективно, четвертое, бесстрастно. Да, бесстрастно. Вот ученый, он бесстрастно отражает мир. Он не привносит в мир ничего от себя. Никакой отсебятины. Это слово отсебятина. Да. Оно очень емкое. Оно экспрессивное слово. Но оно как раз и есть форма возмущения. Никакой отсебятины. Оказывается невозможно. На самом глубинном уровне. То есть мы вносим возмущение в экспериментальную ситуацию. И поэтому какое же здесь копирование. Да. Идеал точного отражения. Точного следования оригиналу. Полностью сходит на нет. Полностью сходит на нет. Вот. Добавлю, что вот эта, значит, идея соответствия, это понятие соответствия, но расшатана еще и со стороны различного рода прагматических теорий. Соответствие. Как можно это пониматься? Я соответствие устанавливаю. Я субъект, да. В процессе практики, в процессе самореализации, да. Делаю подгонку себя и мира. Себя и мира, да. Появите о чем здесь идет речь. Я в данном случае не отражаю мир, да. А я его переделываю. Я его приспособляю в отношении к себе. Я его адаптирую к своим потребностям. Так. Ну, здесь то же самое возмущение. То же самое на технологическом плане. Но оно имеет другую форму. Он имеет форму практического воздействия на природу. Так что же я... Чего же соответствует мое знание? Объекту взятому в каком-то чистом виде. Вот этот объект сам по себе. И это объект, который уже мною освоен. Мною преобразован. Трансформирован. Прагматизм. Прагматизм. Он утверждает, что такое преображение бытия, оно присуще человеку на всех уровнях его деятельности. Это не только практика в таком прямом смысле слова. Вот я беру лопату и начинаю менять ландшафт. На уровне восприятия я переделываю. На уровне просто восприятия мир уже другой, чем он есть на самом деле. То есть я внедряюсь в действительность. Я в нее вмешиваюсь. И это не устранено. Значит, понятие соответствия, понятие соответствия, оно вызывает много вопросов. Как его надо понимать в соответствии. По крайней мере, вот эта теория зеркального соответствия. Зеркального изоморфизма. Вот хорошее слово, изоморфизм. Эти понятия он должен владеть. Изоморфизм – это полное соответствие, копия оригинала. Структурное соответствие. Потому что, конечно, копия и оригинал могут иметь разную субстанцию. Вот карта, а вот ландшафт. Разные субстанции. Но между картой и ландшафтом есть изоморфизм. Это соответствие в самом точном смысле слова. Единственная должна быть изоморфная действительность. Правильно, да? Изоморфизм не получается. Забежим у себя, что реально всегда имеет место какое-то, пускай не стопроцентное, но анизоморфизм. Анизоморфизм. Нет того соответствия, которое предполагалось в классических концепциях. Явно устаревших, явно наивных. Хорошо. Дальше. Дальше. Мы говорим. Слово соответствие мы с вами сейчас подвергли критическому осмыслению и поняли, что это далеко не просто. Корреспондировать не всегда удается. Хотим корреспондировать, хотим соответствовать. А вот вносим операции. Хорошее слово. Операция. Так эти операции нам хотелось бы устранить. Ни на никаких помех, никаких фуктуаций, никаких наложений. Нет. Нет. Эти операции принципиальны. Принципиальны. Еще раз повторяю. Квантовая физика это обнаружила со всей непреложностью. А потом мы поняли, что это не только на квантовом уровне имеет место. Вот это несоответствие, это возмущение, которое субъект вносит в действительность. Такой анезоморфизм он себя проявляет даже в простейших актах элементарного восприятия. Теперь давайте поговорим о том, что надо понимать под действительностью. Мы хотим получить знание о действительности. Правильно? Истина это отраженная действительность. Причем отражение соответствует подлинным структурам, подлинным характеристикам действительности. В какой мере это возможно? Что мы понимаем под действительностью? Давайте в этом разберемся. Но я хочу начать здесь с Канта. Канта, который говорил, что вообще-то для познания действительность как таковая недоступна. Помните, я говорил о кантовской теории вещей в себе. Вещь в себе закрыта для познания. А вещь в себе это и есть настоящая действительность. Это и есть подлинник, который нам фатально недоступен. Фатально недоступен. Для Канта эта недоступность есть нечто неодолимое. Это есть нечто, заложенное в саму природу познания. Значит, пока мы должны принять следующее. Что наша мысль не может непосредственно соотнестись со своим объектом. Вот так, непосредственно. Вот действительность, вот моя мысль. Я одно приложил к другому. Моя мысль, она прикоснулась к действительности, отразилась от нее, вернулось в мое сознание. И вот теперь мноя создана, теперь мноя сформулирована. Согласно Канту, мысль не может подойти вплотную к вещи в себе. Стоит здесь преграда, стоит здесь принципиальная барьера. Значит, с чем имеет место, с чем имеет дело наша мысль? Наша мысль имеет дело с некоторым образом действительности. Так. Этот образ, он... Поскольку это образ? Он вторичен по отношению к оригиналу. Так. Этот образ связан с нашей чувственностью. С нашей сенсорикой. Поэтому истинно отражает недействительность как таковую. Да. А истинно отражает... Вот это парадоксально, да. Здесь получается некий круг. Истинно отражает нашу мысль, нашу мысль в действительности. Наш образ в действительности. Неизбежно субъективный. Неизбежно субъективный. Еще раз повторяю. Согласно Канту, согласно Канту, определение истины как соответствие действительности абсолютно бессмысленно, потому что действительность, действительность для познания трансцендентна. Для познания недоступна. Невозможен прямой контакт. Прямой контакт мысли и действительности в Кантовском понимании данного термина. Это очень глубокое соображение. Оно оказало громадное влияние на субносиологию 19, 20 и 21 века. Хорошо. Хорошо. Для теории познания 20 века характерно желание добраться до настоящей действительности, до поля на действительности. Поймите, о чем я сейчас буду говорить. Это очень непростые вещи. Очень непростые вещи. Ученый хочет дойти до корней, до оснований. Понимаете? То, что я говорю сейчас образно, это отражает суть познания. Я лучше стихи сейчас прочитаю. Брис Пастернака, да? Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. До сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Это называется на языке науки поиском оснований. Вот я впервые произнес эту фразу, и она имеет огромный смысл, огромный вес. Поиск оснований. Наука ищет основания. Мы будем многоградно эту тему варьировать, будем к ней возвращаться. Вот то, на что можно опереться. То, что является фундаментальным, исходным, изначальным. На этом фундаментальном много наслоений, эмпирических наслоений. А все, что эмпирическое, оно текучее, оно непостоянное, оно зыблется, оно волнуется, оно колышется, оно переменчиво. С одной точки зрения смотрится так, с другой точки смотрится иначе. Нам нужно углубляться, нам нужно углубляться так. И вот это углубление, это углубление, оно характерно для гнезиологии 20 века. Именно в 20 веке гнезиология, ну как бы, ну вышла вот на эту линию, стала сопоставительной наукой. Из него вот отпочковалась философия науки, это пафос, пафос философии науки, да. Вот дойти до корней действительности. Я еще буду говорить много о позитивизме, и сейчас не буду входить в определение, но вот сразу веду понятие логического атомизма, понятие близкое понятию позитивизма, логический атомизма, запишите, да. Это понятие Бертрана Рассела. Логический, логический атомизм. Атомы, понятие физическое. Так, атомы и есть. То, чего искали физики всегда, это с ременом Демокрита. Это атомы и есть основания, да. Физические атомы, физические атомы. Вот мы с вами делим материю. Мы хотим понять, как материя устроена. И мы доходим до некоторого предела, до некоторого порога. Это атомы. Логический атом, это, конечно, другое. Здесь в этом понятии использована аналогия, аналогия, так. Согласно Бертрану Расселу, логические атомы, логические атомы, это элементарные факты. Элементарные факты. Очень важно понятие факта. Понятие факта. Рассел хочет дойти до основания, до корней, до сердцевины. И он говорит, что наука должна добраться до некоторых исходных, изначальных, первичных фактов. Которые дальше уже не расчленяются. Дальше уже как-то не раскладываются. Она здесь пресекается, она здесь пресекается, да. Вот. Я еще раз, много раз буду говорить об этих фактах, да. Эти факты, я запишу на себя, они проверяемы. Они эмпирически проверяемы. Их можно проверить. Очень скоро веду понятие верификации. 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 Я запишу на себя сейчас. Их можно верифицировать. Верифицировать, это значит убедиться в их истинности. Верификация, это одна из категорий позитивизма. Мы будем очень часто этот термин использовать. Я хочу сказать, что этот термин вообще широко задействован в словаре современного ученого. Когда я говорю, это знание хорошо верифицировано, это означает, что это знание потреблено фактами. Факты, которые опроверены, факты, которые не могут быть опровергнуты. И так далее, и так далее. А вот эта теория не верифицируется. Эта теория, она может быть и хороша сама по себе, но вот ее не удается подкрепить фактами. Больше того, эта теория может быть фальсифицирована, потому что много факторов, которые работают против нее. Понятие верификации, это одно из таких ключевых понятий. Не просто теории познания, а научной культуры в целом. Так вот, логический атомизм хочет дойти до фундамента действительности. Что мы отражаем? Если на чему соответствует? Соответствует, да. Если оно должно соответствовать исходным фактам. Так. Фактам, которые могут быть эмпирически юрифицированы. Ну, анализ показывает, что вот эти так называемые исходные факты, исходные факты, на самом деле, есть не что иное, как наши мысли об этих фактах. Опять-таки, вот мы хотим, мы хотим выйти к голым фактам. Вот есть такое выражение, голый факт, да. Образное, очень красивое, очень емкое выражение, да. Голый факт. Знаете, голый факт нам не дается. Факт всегда одет, одет в нашу субъективность. И мы его разделить не можем, мы не можем его обнажить. Я почему о том сейчас вспоминаю? Потому что ватологический атомизм давала самая отчаянная попытка, самая отчаянная попытка, нащупать действительность как таковую. Действительность, которая абсолютно суверенна по отношению к человеку. Действительность, в которой не уносится никаких возмущений, никаких операций. И тщательный анализ, глубокая критика этого подхода показала, что, в общем-то, так называемый элементарный факт. Или атомарный факт, атомарный факт, да. Не есть факт как таковой. Не есть факт в его чистом, безответственном к человеку виде. Это есть наша мысль об этом факте. И мы не можем никак вот эту мысль препарировать. Это мое восприятие факта, это факт сам по себе. Вот это имеет место какое-то сращение, принципиальное сращение. И что же получается? Истинное соответствие моей мысли к действительности. Так я сказал вначале. Теперь я могу сделать постановку. Теористина реально утверждает, что истинное соответствие моей мысли к чему? Моей же мысли. Понимаете, да. Моя мысль соответствует моей же мысли. Это как бы разные ипостаси моей мысли. То есть получается, что познание, то сейчас запишите, да. Оно, оно, осуществляется в какой-то автономной сфере. Вот это автономная сфера, сфера познания, сфера познания, да. Конечно, она с аппликацией за действительностью, конечно. Но на отношении к ней автономна. Она не есть сколок этой действительности. Она не есть ее отпечаток. Она не есть ее изоморвное подобие. Она есть нечто самостоятельное. Я сейчас говорил о разных вещах. Я говорил о наблюдении квантовой физики раз. Я говорил о теории атомарных фактов два. Это очень разные концепции. Но к чему я хотел вас сейчас подвести? К тому, что нужно отказаться от представления о том, что предметом познания является действительность как таковая. Действительность взятая безотносительно к человеку, к субъективности. Нет такой действительности в реальном пространстве реального познания. Это было очень трудно понять. Знаете, почему? Мы хотим, и это заложено в нас в человеке. Мы хотим мыслить мир таким, как он есть на самом деле. Мир, как он есть на самом деле. Конечно, наше познание в значительной степени этому делу соответствует. Но никогда здесь не может быть стопроцентного совпадения. Никогда не может быть стопроцентной корреспонденции. Это очень важно понять. Что мир сам по себе, мир сам по себе. И мир, каким он открывается в познании. Да, это миросозвучные, это миросозвучные. Да, это миросопоставимые, но это разные миры, разные миры. И между ними могут быть огромные расхождения. Они могут сближаться, они могут сближаться. Это сближение всегда симптотическое. Что такое симптотическое? Это когда полное совпадение недостижимо. Мы к нему приближаемся, бесконечно приближаемся. Но это симптота, которая не дается нам в своем, что ли, последнем разрешении. Она симптота, чтобы все время уходить от нас. Да. И не даваться нам. Не даваться нам. То есть я бы сказал так. В общем-то, это так можно записать. Познание асимптотично. Еще раз. Асимптота, асимптота, это та ситуация, когда мы приближаемся к цели, ее не достигаем. Приближаемся. Она все ближе, ближе, ближе. Асимптотическая точка. Асимптотическая точка, да. Но она, эта точка, никогда не будет... Никогда не будет нами зафиксирована. Мы никогда в эту точку не можем поставить свой цирк или сказать, вот, все, да. Мы совпали с центром мира, с центром бытия. Нет, нет. Тут может быть только бесконечное приближение. Поэтому и корреспондентская теория, а эта теория, в общем-то, симптотическая. Соответствие, которое мы жаждем, которого мы ищем, оно все-таки является приближенным. Приближенным. Поэтому идеал на полное соответствие, идеал полного соответствия, полной корреспонденции, он все-таки иллюзорен, и с этим надо смириться. Я сейчас хочу вам предложить заключение, при этом мы сделаем перерыв, записать слова Фома Эквинского. Это прекрасный философ католицизма. Вот его классическое определение истины, как раз корреспондентная истина, пишет, да. Фома Эквинский говорит, истина есть тождество. Фома Эквинский говорит, истина есть тождество. Фома Эквинский говорит, истина есть тождество.